Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Мы продолжаем нашу серию коротких технических обзоров, куда смотреть при покупке того или иного автомобиля. И сегодня тема нашего выпуска – это автомобиль Subaru 3BEC 2007 года, 3-х литровый двигатель, полный привод, 5-местная спецификация. Сделаем оговорку. Вообще-то, правильным было бы наименовать этот автомобиль 3BEC, а поскольку наименование «Трайбека» было выбрано компанией Subaru в честь одноименного фешенебельного района Нью-Йорка. И читаться оно должно именно так. Но мы с вами будем использовать более привычный нашему уху, более чаще используемый в обиходе, вариант 3BEC. Данная модель была представлена компанией Subaru в 2005 году. Это был их первый и пока единственный шаг в мир полноразмерных семейных кроссоверов. Автомобиль выпускался по 2014 год, однако в 2008 году Subaru осуществила рестайлинг, существенно поменялось оформление передка, по салону практически никаких изменений не было, но самое основное – автомобиль с 2008 года получил усовершенствованный двигатель EZ36. Однако более распространенными, более желанными вариантами на вторичке все-таки являются дорестайлинговые 3-х литровые машины, поскольку до рестайлинга Subaru имела 245 лошадиных сил, соответственно, это до налоговый автомобиль, ставка транспортного налога еще достаточно терпима. После рестайлинга мощность двигателя увеличили до 258, то есть 8 лошадей свыше 250 не особо греют душу, но налоговая ставка будет уже совершенно иная. Разнообразием типов привода, естественно, автомобили не блещут, он будет безальтернативно полный, причем полный, постоянный. По двигателям, как уже было сказано, два варианта – EZ30 и EZ36, то есть 3-х литровые 3,6. Машина может быть 5-ти, либо 7-ми местная. Также есть незначительные различия в спецификациях для американского и европейского рынка, но о них чуть позже. Пару слов о кузове автомобиля и его способности сопротивляться российским дорожным реагентам. У 3-бэки, на самом деле, со стойкостью к коррозии все обстоит очень даже неплохо. На порядок лучше, чем у, например, Nissan, получше, я бы сказал, чем у Honda CR-V. То есть основные зоны, которые поражают коррозию на этих автомобилях, это подверженные повышенному сколообразованию места, то есть передняя кромка крыши в районе лобового стекла, также не лишний будет при осмотре уделить внимание состоянию колесных арок. Ну и самая частая, наверное, проблема – это цветение нижней кромки пятой двери. То есть, в принципе, и все основные моменты. Качество окраса у 3-бэки достаточно неплохое. Лакокрасочный слой, в принципе, стандартный для большинства автомобилей. Капот на этих автомобилях выполнен из алюминия. Надо особенно отметить, что даже на автомобилях, которые эксплуатировались в регионах, где применение реагентов было поставлено на широкую ногу, и которые крайне редко видели мойку, коррозия в основном поражает как раз-таки эстетическую сторону. То есть днище, нутрянка, с этим у 3-бэки каких-то проблем нет. То есть, в принципе, если человек следил за машиной, своевременно подкрашивал какие-то образовывающиеся сколы и имел привычку хотя бы изредка ее мыть, с коррозией все должно быть в порядке. Теперь переходим под капот и поговорим о силовой установке данного автомобиля. В нашем случае автомобиль дорестайлинговый, соответственно, под капотом. Мы имеем шестицилиндровый оппозитник объемом 3 литра. Это двигатель, который имеет маркировку EZ30D. Данный двигатель развивает 245 лошадиных сил. Это уже модернизированная версия EZ30D. На нем Subaru применила фазовращатели, присвоив им свое собственное наименование AVCS. Также данный двигатель имеет систему изменения высоты подъема клапанов, также с фирменным наименованием AVLS. Данная система позволяет регулировать высоту открытия клапана в зависимости от диапазона оборотов, имеет три положения. Применение этих систем позволило компании Subaru выжать с этого двигателя без применения каких-либо дополнительных плюшек в виде наддувов компрессоров 245 лошадиных сил и увеличить крутящий момент до почти 300 ньютон-метров. Данный двигатель имеет цепной привод газораспределительного механизма. Приводится он двумя цепями. Одна цепь на левую, одна цепь на правую голову. Цепи эти служат достаточно долго. Они способны выходить под 200 тысяч километров пробега. О необходимости замены цепей или скорее и чаще о кончине натяжителя, гидронатяжителя цепей, вы узнаете по появлению характерного треска стрекота при запуске и работе двигателя, похожего чем-то по звуку на дизельный мотор. Соответственно, замена цепей раз 200 тысяч и поехали дальше. Каких-либо проблем в основном по поршневой, таких проблем со стуком 4-го цилиндра, который характерен для 4-цилиндровых моторов серии EJ, здесь вы не встретите. Мотор весьма ресурсный. Сам двигатель способен выходить порядка 300-350 тысяч километров пробега без проблем, при условии, что за ним следили, меняли масло вовремя и не перегревали. Перегрев это, кстати, достаточно актуальная тема для EZ 30-го. Очень внимательно нужно смотреть за частотой, состоянием основного радиатора охлаждения. Также не лишний будет помнить о том, что время от времени необходимо контролировать также состояние помпы, термостата, то есть не допускать перегрева. Единожды перегретый EZ 30-й может, в кавычках, порадовать вас в последующем, например, пробоем прокладки ГБЦ, вот, соответственно, разборкой, снятием головок блока, шлифовкой приволочных плоскостей, это все достаточно небюджетно. Что еще можно сказать про данный мотор? Ну, в принципе, и все. Единственное, что данный двигатель, поскольку это оппозитник, он, конечно, более трудоемкий по части обслуживания, замены свечей, там, каких-либо работ, например, по устранению течи, чем рядник в среднем. Ну, с этим не поспоришь. Но вряд ли кто-то будет из будущих владельцев 3-бэки заниматься этим самостоятельно. Давным-давно есть специальные люди, которые за умеренную плату готовы взять на себя эти хлопоты по обслуживанию вашего оппозитника. Также при осмотре автомобиля с подобным мотором, то есть Legacy 3-бэка, аутбэк, неважно, обязательно обращайте внимание, чтобы двигатель был сухой. Данные двигатели, соответственно, могут иметь течи по лобовине, причем достаточно сильно подтекать. Текут зачастую прокладки клапанных крышек. Также попадаются, не очень часто, но попадаются протекающие прокладки головок блока цилиндров. Это уже более серьезные затраты на устранение течи. Ну, и никто не отменял такой момент, как коренной сальник, то есть задний сальник коленчества вала. Обращайте внимание, чтобы машину, которую вы смотрите, не пришлось сразу загонять на станцию, вкладываться в устранение вот этих всех моментов. В остальном, EZ-30, это, наверное, один из лучших двигателей у компании Subaru. Для гражданской эксплуатации двигатель очень моментный, очень тяговитый. Расход топлива единственное, но трехлитровый агрегат, в принципе, не способен потреблять 8-9 литров в городском цикле, соответственно, готовьтесь к расходу от 14-15 литров. В зимнее время, соответственно, больше. Бензин только 95-й или выше. На 92-м бензине данный двигатель особо долго может и не прожить. Теперь поговорим о коробке передач. На 3-бэках использовался 5-ступенчатый автомат. В принципе, и эту же коробку Subaru вставила на Legacy, на Outback. Достаточно много где ее использовала в своем модельном ряду. Коробка в целом достаточно надежна. Интервал замены масла, полная замена, порядка 60 тысяч километров можно наездить. Если вы делаете частичную замену масла, то где-то раз в 40 тысяч километров пробега. У данных автомобилей есть одна особенность, которая сводится к тому, что помимо основного фильтра внутри самой коробки передач, данные автомобили также оснащаются дополнительным фильтром тонкой очистки масла, который расположен за левым подкрылком спереди. Соответственно, чтобы до него добраться, надо либо снять колесо и демонтировать подкрылок, либо демонтировать бампер, смотря что для вас будет проще. Данный фильтр настоятельно рекомендуется менять при каждой частичной замене масла. Залог чистого масла – это один из залогов долгой жизни данной трансмиссии. Трансмиссия способна выходить в нормальных режимах эксплуатации порядка 200 тысяч километров до появления каких-то первых вопросов. И вопросы эти, как правило, возникают не по механической части коробки, а скорее по блоку управления, то есть по гидроблоку, где могут уже начать глючить, выходить из строя соленоиды. То есть некорректная работа гидроблока проявится в виде появления толчков, задержек при переключении и так далее. То есть на этом этапе, скажем, вышедший из строя гидроблок еще не успел нанести существенный ущерб коробке передач, и можно как раз-таки отделаться заменой самих соленоидов. Кстати, на автомобилях с двигателем 3 литра и 3,6 литра гидроблоки невзаимозаменяемы. Также стоит отметить одно различие между европейскими и американскими 3-бэками. На американских версиях стоит только один радиатор охлаждения коробки передач, на европейках радиаторов два. Так вот, если вы приобрели автомобиль, где установлен только один радиатор охлаждения коробки, не поленитесь, потратьте деньги и поставьте второй. Опять же, перегрева эти коробки очень сильно не любят. Особенно, если вы планируете использовать автомобиль в тяжелых условиях, например, для буксировки прицепа. Когда вы начинаете смотреть 3-бэку на подъемнике, первое, на что вам надо будет, конечно, обратить внимание, это не на подвеску в первую очередь, а как раз на те самые течи, которых не должно в идеале быть на двигателе. Соответственно, снизу обязательно проконтролируйте, чтобы у вас не бежали ни прокладки клапанных крышек, ни с одной, ни с другой стороны. Обратите особое внимание на стык головки блока цилиндров с самим блоком, как раз-таки прокладки ГБЦ, чтобы у вас они были сухие. Далее, очень часто, как я уже сказал, течет лобовина, естественно, то есть передняя крышка, закрывающая ГРМ, и эта течь, она, как правило, также сверху может быть не видна, особенно если мотор хорошо отмыли. Обязательно загляните по низу, посмотрите, чтобы там не было свежих следов масла. Далее, соответственно, смотрите стык коробки передач с двигателем на предмет того, чтобы у вас не бежал сальник коренной, задний сальник количествовал. Посмотрите на состояние сальников приводов, также, чтобы они не сопливили и не текли. Ну и после этого уже, в принципе, вы можете переходить к осмотру непосредственно ходовой части. Что касается ходовки, несмотря на то, что Трибека практически на 300 кг тяжелее, чем соответствующие ей по году выпуска Легаси в кузове Универсал, ходовка на ней держится очень даже неплохо. То есть подвеска на самом деле крепкая. На данных автомобилях к слабым местам подвески стоит отнести, пожалуй, стойки переднего стабилизатора, чей ресурс не превышает 30 тысяч километров зачастую. Но стойки стабилизатора, деталь недорогая, меняется она несложно, поэтому особо страшным это не является. Также по задней подвеске, забегая вперед, скажем, что порядка 50-70 тысяч километров ходят у нее поперечные тяги, после чего их также, возможно, придется поменять. Ну, а ресурс всех остальных компонентов, включая, кстати, сайлентблоки рычагов, на данном автомобиле это порядка 100-150 тысяч, в зависимости от того, в каких условиях, на каких дорогах машина эксплуатировалась. Клиренс у Трибеки 20 сантиметров, это более чем достаточно для эксплуатации по городу, но в целом ниже, чем в среднем, конечно, у внедорожников. То есть, несмотря на серьезный полный привод, данный автомобиль это все-таки городской кроссовер. Об этом следует помнить. По передней части автомобиля, пока мы здесь скажем про рулевую рейку, рулевая рейка на Трибеках к проблемным узлам не относится, выхаживает она до появления первых проблем порядка 90-100 тысяч километров, она способна отбегать. Попадается даже машина старых годов выпуска, где рейка еще стоит родная до сих пор. Как правило, она в первую очередь начинает подтекать по верхнему сальнику, ну а потом уже проявляются люфты, стуки и так далее. То есть, рейка ремонтопригодная, существуют заводские ремкомплекты, восстанавливается она без проблем. То есть, рейка как бы не относится к узлам, про которые на Трибеке стоит греть голову. Что касается задней подвески Трибеки, здесь слабых мест также немного, но в первую очередь, в основном, как уже было сказано, 50-70 тысяч километров ходят поперечные тяги в задней подвеске. И, как обычно, на любом легковом автомобиле, да, это стойки либо втулки заднего стабилизатора, также с ресурсом в районе 30 тысяч, а то и меньше, в зависимости от условий эксплуатации. Ничего критично страшного по задней подвеске здесь нет. Также при осмотре снизу, так как автомобиль полноприводный, обратите внимание на отсутствие люфтов на крестовинах кардана. Что касается системы полного привода на Трибеке, здесь используется система VTD, Variable Torque Distribution, то есть, как следует из названия, система способная варьировать передачу крутящего момента. Изначально автомобиль полноприводный всегда на переднюю ось уходит 45% крутящего момента на заднюю 55%. То есть, данный автомобиль в заносе, в экстремальной ситуации, демонстрирует характер, близкий к заднему приводу. Однако, по требованию, система способна достаточно быстро перебрасывать момент на стоящее колесо и, в общем-то, обеспечивает автомобилю весьма недурную проходимость. Сама по себе система крайне надежна. Из небольших и несложных неприятностей, если вам слишком часто и без повода досаждает лампочка на приборной панели, сигнализирующая о перегреве заднего дифференциала, скорее всего, проблема у вас только в контактах температурного датчика. Ну, вот, пожалуй, и все основные моменты, на которые имеет смысл обращать внимание, когда вы смотрите поддержанную 3-бэку. Также стоит добавить, что в обязательном порядке проведите тест-драйв автомобиля, посмотрите на работу автоматической коробки, в обязательном порядке прогоните автомобиль через диагностику сканером, то есть, наличие активных ошибок по коробке передач может говорить о том, что в скором времени вам придется заниматься как раз-таки ремонтом гидроблока. Ну, и из мелочей у 3-бэк бывают глюки по части системы управления климатом, соответственно, проверьте исправность этой системы, чтобы все функционировало должным образом. Какой вывод в целом можно сделать по данному автомобилю, как по модели? Subaru 3-бэка на самом деле достаточно интересный автомобиль, который имеет мощный тяговитый двигатель, который достаточно надежен по своей конструкции. Самый основной момент – это не купить себе полностью ушатанный экземпляр под восстановление. Реставрация 3-бэки – дело не дешевое, но, будучи куплен в хорошем состоянии, данный автомобиль точно даст вам то, за что вы платили при покупке, плюс эмоции от управления машиной сверху. А это для некоторых очень многое значит. Ну вот и все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах далее. Всего вам доброго, до новых встреч!